Эта конференция сейчас будет записана. Действенная профессия, которая называется 3D-дженералист. Вот само слово дженералист, оно очень является таким собирательным образом. Говоря по-русски, это мастер на все руки в области 3D. Или, как говорят, трехмерщик универсал. То есть это человек, который очень хорошо шарит в 3D-пакетах, умеет моделировать, текстурировать, визуализировать, анимировать. Короче говоря, способен справляться с очень большим, с очень широким набором задач. Притом с подключением головы. Потому что от него требуются, как правило, еще и скиллы художника. Ну или, по крайней мере, в ограниченном объеме, но тем не менее, все-таки они лишними не будут. Потому что тут речь о том, что человек сам создает 3D-контент. Какой? Очень разный. Об этом я сейчас и расскажу. Ну, сначала, с вашего позволения, скажу буквально несколько слов обо мне. Я старший преподаватель компании-специалист. И работаю в области курсов по 3D, а также по видеомонтажу, по видеопроцессингу, ну и немножечко по проектированию. При том, сам я занимаюсь постоянно визуализацией всяких проектов за деньги. То есть я не только преподаватель, я и практик. И постоянно делаю разные проекты, которые мне любезно предоставляют мои дорогие заказчики, которых я очень люблю и ценю. Ну и вот, если совсем кратко обо мне. Я очень давно работаю с 3D-визуализацией, с 3D-моделированием. У меня около 30 лет стаж как трехмерщика. Близко к этому стаж как преподавателя, как старшего преподавателя. Я обучил очень много людей. Многие из них потом уже стали довольно известными трехмерщиками. И, в общем-то, я с ними так или иначе пересекаюсь, чему очень рад. Я долгое время был сертифицированным инструктором компании Autodesk. Вошел в топ-100 ведущих преподавателей технологий Autodesk в России. Также имею сертификации адобовские, хаосовские по верею. Как многие из вас, возможно, знают, я веду свой канал на YouTube. К сожалению, в последние годы почти не делал никакого контента. Просто не хватает времени с учетом моей основной деятельности. Она отнимает очень много сил, потому что я веду много курсов. А каждый курс – это то, что ты постоянно должен обновлять, улучшать, заботиться об этом. Это не какой-то продукт, который ты сделал, как памятник там из гранита высек, поставил его. И вот следующие 100 лет все будут на него любоваться. Здесь так не работает. Каждый курс требуется обновлять, поддерживать каждый год. По сути, придумывать его заново. Ну или близко. Поэтому на YouTube времени очень мало остается. Надеюсь, что найду в себе силы и возвращу вернуться к нему все же. Ну и, как возможно, кто-то из вас знает и был там, у меня есть мой личный сайт персональный. Он называется expert3d.ru. Там мое портфолио с моими работами, с моими предложениями. И оттуда ведет ссылка записаться на учебу, записаться на курсы на сайт компании, в которой я работаю на сайте специалиста. Если вы не были на моем сайте, но желаете посетить его, зайдите в www.expert3d.ru. Там есть мое портфолио. Я его сейчас не буду утомлять моими работами. Они там есть. Но, правда, не совсем свежие. Потому что, к сожалению, как и многие другие трехмерщики, когда я делаю какую-то работу, я подписываю очень часто соглашение, по которому я сколько-то лет это все показывать не могу. А то и вообще по-жизнему. Но как бы там ни было. Работ там моих много. И мой уровень как 3D вы, я думаю, ценить сможете. Но давайте поговорим не обо мне, а о том, что такое 3D-дженералист. Это трехмерщик, мастер на все руки. Чем он занимается? Он создает 3D-контент. Я специально вот так обтекаемо сказал контент, потому что это все, что угодно. Это и модели, и модели с анимацией, модели со снасткой. Это и персонажи, и мебель там всякая, и айтемы для компьютерных игр. И немножко в левел дизайне он частенько шарит. И, в общем, практически любые задачи. И, естественно, связанные с визуализацией, с видеопродакшном, с предметной визуализацией, с чем угодно. Какая нужна начальная подготовка, чтобы приступить к освоению этой профессии? По большому счету, дорогие друзья, какая-то особая подготовка здесь не требуется. Нужна базовая компьютерная грамотность. Ну, там, не теряться в понятиях файл, папка, рабочий стол. Знать, где у мышки левая кнопка, где правая. Ну, не буду иронизировать на эту тему. Я думаю, все меня помнят. То есть глубокой подготовки не нужно, но есть определенные навыки, которые вам придется, как часто модно говорить, прокачивать. Во-первых, это определенное программное обеспечение. Об этом сейчас отдельно будет. А также это художественные навыки. Это навыки коммуникативные. То есть вам придется продавать то, что вы умеете делать. А для этого нужно слегка уметь общаться с людьми, которые у вас будут вашими заказчиками или работодателями. Ну и да, как я уже говорил, художественные навыки, они не являются критически важными. То есть вам не надо быть мега-художниками. Но хотя бы слегка в этом понимать, разбираться было бы неплохо. Потому что какие-то вещи вам придется самим решать, самим придумывать. И даже при том, что можно найти кучу готовых референсов, то есть неких изображений в интернете, на основе которых вы можете что-то просто срисовать без затей, все равно, когда ты умеешь сам и умеешь красиво, это намного облегчает жизнь. Далее. Какое ПО следует изучать? То есть вот профессия 3D-дженералист. Это строго прикладная профессия. То есть вы должны уметь в неких программах делать некие крутые и красивые вещи, за которые кто-то готов будет платить деньги. Долгое время самой главной программой в мире 3D был до сих пор наш любимый 3DS Max. Но, вот если говорить именно о профессии 3D-дженералиста, здесь по поводу 3D Max большие сомнения. И вот почему. Max до сих пор невероятно силен в области статичной 3D-визуализации и в некоторой степени видеопродакшена. То есть если взять визуализации домиков и интерьерчиков, там 90 случаев уста это будет 3D Max. Он для этого очень хороший. Ну и я как человек, который посвятил 3D Maxу, без малого 30 лет, могу с уверенностью сказать, Max это просто чудо, когда речь заходит о визуализации какой-то статики, особенно интерьера. Особенно если ты используешь Max в связке, допустим, системы и визуализации корон. Или используешь его с VRAM и делаешь видео какое-то. Тоже очень удобно. Но вот для моделинга, строго говоря, Max неплохое решение, но не единственное. И есть, так сказать, восходящая звезда на рынке 3D, это блендер. И для 3D моделирования в такой общей области, для общего набора задач, блендер лучше подходит. То есть, когда мы говорим не о рисовании мебели и интерьеров с домиками, а о создании персонажей для игр, айтемов, левелов. Когда мы говорим о 3D моделировании ради 3D моделирования, а не ради визуализации. Когда мы говорим о создании каких-то уникальных 3D композиций, предметов. Вот тут блендер, он очень хорош тем, что, во-первых, он бесплатный. Во-вторых, он гибкий, он быстрый. И да, для 3D моделирования он отлично подходит. Более того, в нем есть пейнтинг, скульптинг. Ну, в общем, короче, все то, что Autodesk поленился перевинтить к 3D Max, к блендеру перевинтить не поленились. Также есть еще одна система очень замечательная, которая называется Autodesk. В этот раз уже Autodesk Maya. Autodesk Maya, которая невероятно сильна в области создания анимации, и особенно анимации персонажей. Ну, вот есть ряд других систем. Ну, в общем, если вы, друзья, хотите связать свою деятельность не с визуализацией интерьеров и домиков, то лучше обратить внимание не на Max, а на блендер, Майю, Синему, потому что эти продукты, они в General, то есть в общей области, лучше Max. Ну, как минимум, современнее и свежее, особенно блендер. Поэтому, если говорить об изучении ПО, то это много всего разного. То есть 3D Generalist – это мастер на все руки, который, как правило, владеет большим набором разных художественных инструментов. В данном случае мы говорим о программах компьютерных, но 3D Max в них входить вовсе не обязан. Хотя, безусловно, Max – это то, с чего начинали, ну, почти все old school трехмерщики. И, ну, конечно, почему данная профессия востребована, друзья мои? Думаю, на этот вопрос вы ответ знаете и сами. Сейчас у нас век цифровизации, век визуального искусства цифрового, и оно почти все так или иначе 3D. А то, что 2D – это очень часто стилизованное 3D. И именно поэтому создание 3D-контента в разных его проявлениях – это то, за что сейчас готовы платить деньги, готовы нормально платить. Другое дело, что есть очень много направлений в этом 3D. И если опять возвращаться к вопросу, что такое 3D Generalist, это не мастер по рисованию интерьеров и домиков. Потому что вот эта область, что для многих является очень неприятным открытием, когда они пытаются в нее зайти, она очень сильно сейчас перегружена в предложение. То есть на один заказ «нарисуйте мне домик, я готов за это заплатить», находится там десяток желающих этот заказ выполнить, которые между собой начинают друг другу цены сбивать. Поэтому, если вы хотите быть специалистом более востребованным и с меньшей конкурентностью вокруг себя, чтобы легче было начинать, не ставьте ставку на интерьеры и дома. Потому что здесь вам нужно очень будет серьезно себя проявить, либо первое время работать почти за бесплатно. В том же геймдизайне ситуация немножко лучше. Хотя сейчас, понятно, ситуация такая вообще в целом довольно сложная, но тем не менее заказы есть и на работу устроиться можно. Итак, друзья мои, давайте уточним, что такое 3D-дженерализ с точки зрения конечного контента, что придется создавать чаще всего. В первую очередь это 3D-моделирование. Что такое 3D-модель? Это всего лишь наборы в трехмерном пространстве, точек, ребер, плоскостей. 3D-модель может выглядеть очень по-разному. Вот перед вами сейчас 3D-модель автомобиля. Когда-то я ее со скуки сам лично нарисовал. Вот. Это классическая 3D-модель в стиле, который называется Hard Surface. Там с 3D-моделированием все сложно, есть много разных стилей. Есть Low Poly, есть Hard Surface. Есть модели, сделанные через так называемый скульптинг. Есть определенные очень узкие задачи в моделировании, с которыми приходится справляться только подноторев в узкой области. Например, анатомические модели. Кстати говоря, очень хорошо продаются на стоках. Есть 3D-моделирование для тех самых стоков, то есть магазинов, которые тоже весьма востребованы. Есть в интернете несколько крутых магазинов, например, TurboSquid, которые готовы модели покупать за нешуточные деньги. Но там нужны очень жесткие правила по моделированию, их надо осваивать, чтобы он сумеет продать свой продукт. Так вот, умение 3D-моделинга, извините, друзья, заговариваюсь, умение создавать 3D-модели, умение моделировать, это основополагающее умение любого 3D-дженералиста. То есть умение нарисовать правильную модель, это очень-очень важно. Что дальше с моделью делать? Например, ее можно визуализировать. Под визуализацией, понимаете, создать не просто модель, а некий образ. Ну вот что мы здесь видим, да, это просто модель, а это визуализация модели. То есть мы уже чувствуем масштабность, чувствуем привязку к цветам, к пространству. Это уже выглядит интересно. Собственно говоря, основная задача визуализации, а 3D-дженералист должен уметь в визуализацию, это красиво представить модель зрителю, показать материалы этой модели, форму ее и восхитить всех зрителей хорошей картинкой. Также почти все дженералисты умеют еще и создавать видеоролики. Если нужна какая-то видеооткрытка, поздравление, демонстрация какого-то техпроцесса, демонстрация работы какого-то устройства. Ну вот, к примеру, да, сделали вы, допустим, 3D-модель, скажем, самоката нового, электросамоката. Вас просят сделать картинку, как этот самокат стоит, допустим, у бетонной стены современной. Вот вы сделали визуализацию. Ну, здесь машинка, не самокат, какая разница. А дальше вас просят сделать анимацию. Как этот самокат работает, как у него там информационная приборная панель подсвечена, как у него фара загорается, как у него колесики вращаются. Возможно, даже придется показать его в разрезе. Как, допустим, работает рекуперативный тормоз. И вот для всего этого нужно уметь не только создавать 3D-модели, но и создавать так называемую видеографику. Видеографика – это то, что называют еще анимацией по-другому. А вот иногда это и анимации еще и с персонажами. То есть, когда ты должен показать не просто модель, а некую ее работу и взаимодействие этой модели с другими моделями. И это тоже очень хорошо, друзья мои, продается. Это ценится, такие умения, такие навыки, скиллы, они востребованы. И этому очень полезно научиться. Ну и, конечно, перенос 3D-моделей в игровой движок. Если вы хотите связать свою работу с геймдизом, то есть созданием дизайна моделей для компьютерных игр, вам придется изучать такие движки, как Unreal или Unity. Вы можете хотя бы на уровне понимания их законов, и вы должны научиться своей модели переносить в эти движки, как-то их там компоновать, создавать с ними сцены, ну или хотя бы понимать, как это дальше будут делать люди, которые после вас в пайплайне будут работать с вашими моделями. И это тоже очень востребовано. И вот, друзья мои, 3D-дженералист должен слегка понимать все вышеперечисленное. Как я уже говорил, это такой мастер на все руки. Ну а теперь давайте поговорим конкретно про то, что предлагает наша компания. Специалист.ру. Ну и я, как один из ее представителей, как старший преподаватель. Сам наш курс, он предлагает вам, во-первых, получить современную профессию, во-вторых, получить диплом о профессиональной переподготовке. Там есть нюанс, у вас должен быть высшее образование, чтобы получить вам дополнительное решение. Ну и консультацию персонально от вашего специалиста к аренду. Об этом отдельно вам как раз расскажет наш специалист сегодня же более подробно. Я сейчас могу сказать что-нибудь не то, поэтому лучше деликатно промолчу на эту тему. Зато я бы с удовольствием рассказал вам вот об этом. Как мы уже выяснили, 3D-дженералист – это мастер на все руки. И вот тот список пакетов, которые вам придется освоить. Это будет, друзья мои, очень интересное освоение, потому что каждый из них – это мощный, творческий инструмент. Могу сказать по себе, я же постоянно работаю со всем этим. И мне до сих пор не надоело. Я вот каждый раз беру очередной проект, особенно если это не очередное рисование квартиры. Честно говоря, это уже поднадоело. Но если это не квартира, а что-то другое, я прям каждый раз, как первый раз радуюсь тому, что я сейчас получу удовольствие, мне еще деньги заплатить за это. Это очень отлично. А вот. И путь освоения, он следующий. Сначала мы учим Photoshop. Photoshop – это просто азбука компьютерной графики. То есть это основа растровой графики. Потом учим Blender. Притом учимся в Blender сначала основам, потом визуализации, персонажки. Дальше учим Maya. Maya – это альтернатива Blender, которая очень сильна в анимации и в ригинге. То есть в работе с персонажем и в работе со средой и воздействия среды на персонажей. Иными словами, в Blender такое тоже есть, но в Maya оно, конечно, сильнее. Также мы учимся рисовать текстуры в Substance Painter. В Blender учимся скульптингу в ZBrush. Если кто-то из вас в Blender уже слегка соображает, а возможно, не слегка, то он знает, что в Blender есть и пейнтинг, и скульптинг, но они там куда слабее, чем в отдельных приложениях. То есть Blender – это такая тоже система, как бы все в одном, но она не может настолько же хорошо делать текстуры, как Substance Painter. И она не может настолько же хорошо скульптить, как ZBrush. Поэтому вместе это уже все прям страшно оружие. Немножко Fusion – это основа проектирования. То есть для того, чтобы вы соображали в том, как создаются технические и архитектурные, ну, больше технические модели. Я имею в виду уже с размером и со всеми делами. Ну, и Motion Design, ну, например, синий. Motion Design – это как раз про анимацию, про красивое движение в кадре. Хочу сказать, что все эти системы между собой совместимы. То есть вы можете одну и ту же модель дергать из платформы в платформу. То есть если вам удобнее моделить в Blender, скульптить ZBrush, а потом анимировать в Maya или в Cinema, то вы можете переносить модель из любого приложения со всеми ее текстурами. Это давно уже реализовано на хорошем уровне. Поэтому сейчас необязательно упираться в одну программу и биться головой о ее несовершенствовании. То есть если ты инструмент подобрал правильный, ну, допустим, почему все 3D-визуализаторы, кто занимается домиками и квартирами, до сих пор в Max работают? Ну, потому что действительно Max плюс корона – это прямо убойный инструмент. Он вот это делает очень хорошо. Ну и да, тут некогда нет смысла переходить на тот же Blender, потому что получше просто больше головной боли, вот и все. Хотя он и бесплатный, да. Так вот, наш план учебный, он проведет вас через все вот эти замечательные этапы, и на выходе вы будете хорошо понимать, как создавать модели, как делать разного рода текстурирование, скульптинг, как делать анимацию, как переносить модели с пакета в пакет. Ну и, конечно, как конечный специалист, вы будете достаточно сразу же хорошо востребованы. Вот меня спрашивает Григорий, почему нет курса по Unreal Engine? Причина очень простая. Так, если бы вы в этой программе изучали еще и Unreal Engine, это бы сделало ее дороже, длиннее, а непосредственно для дженералиста именно знание движка на уровне умения в нем что-то серьезное делать, оно не критично. То есть для дженералиста важно понимание, как модель в него переносится. Это совершенно несложная тема, вы можете посмотреть в YouTube или спросить преподавателя, он вам подскажет, поможет. Но изучение глубокой Unreal в этой системе, в этой программе дженералист отсутствует. По одной простой причине, это не особо нужно. То есть навыки работы с движком игровым, они больше требуются для гейм-дела. Вот если вы хотите стать гейм-девелопер, извините, заговариваюсь, короче, гейм-делом, то есть разработчиком, девелопером компьютерных игр, вот тогда Unreal Engine или Unity учить придется уже всерьез. На уровне дженералиста, то есть мастера на все руки по работе с моделями, глубокое изучение Unreal Engine вам не потребуется. Вот именно поэтому здесь вы не найдете ни в Unity, ни в Unreal Engine. И по этой причине вы, скажем, не найдете здесь 3D Max. Потому что опять вас будет уже привязывать к Max, к его заморочкам. Все-таки вот эти системы, они более универсальны, чем Max. Также хочу сказать, что у нас, возможно, очень разные формы обучения. То есть если вы живете в Москве, готовы ездить вживую, слушать преподавателя, когда он доски устраивает, real-time show, это очное обучение. Есть вариант очный-заочный, есть вариант онлайн-вживую, есть вариант открытого обучения. Это и онлайн, и очно, но по записи. Есть вариант индивидуального обучения. Можно учиться в выходные дни. Ну, не все курсы, они, менее, что доступны. То есть вот здесь очень высокая гибкость позволяет проходить обучение в удобном вам формате. Притом предусмотрены разные варианты и их комбинация. Также хочу заметить, друзья мои, сегодня действует специальное предложение. Вот вы можете взять ваш мобильный телефон и сфотографировать мой экран. Для тех из вас, кто заинтересовался и решится на смену породы деятельности, на освоение новой профессии крутой, вот этот промокод даст вам возможность слегка сэкономить на процессе обучения. Ну, и на этом моя часть выступления заканчивается. Могу еще раз сказать, уважаемые учащиеся, я сам, в общем-то, очень люблю свою работу. Мне нравится и преподавать, но если бы я занимался только преподаванием, я бы давно уже выгорел с этого, потому что столько лет невозможно заниматься одним и тем же. я постоянно расширяю те курсы, которые читаю, улучшаю их, но все равно сошел бы с ума. А вот делая проекты, и потом свой опыт, свой экспириенс, свой практический, скажем так, багаж знаний, используя в преподавании, вот это мне нравится очень. И поэтому я всегда брался за проекты, даже те, которые мне были под деньгами, не особо выгодны, но за то, которые заставляли меня рисовать что-то новое, что-то интересное. И до сих пор я получаю от этого удовольствие. Поэтому, если вы хотите найти себе нескучную работу, которая будет требовать реализации творческого потенциала и постоянно заставлять ваш мозг осваивать что-то новое, это, в общем-то, одна из таких работ. Друзья, хочу вам всем пожелать всех мыслимых благ и успехов на Ниве творчества, учебы и работы. Большое спасибо за внимание. Но на этом не заканчивается наш день открытой двери, заканчивается только моя часть выступления. И я бы хотел представить вам Енину Александровну, нашего карьерного консультанта. Но прежде чем я передам ей слово, я поинтересуюсь, друзья, у вас ко мне какие-то вопросы имеются? Пока я могу ответить на них. Вы можете написать их в чат. И при том вопросы должны касаться именно ПО и творческой части. Потому что все, что касается моментов организационных, это все скорее не ко мне. В таком случае позвольте переключить права презентатора. Уважаемая Енина, я переключаю на вас презентацию. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Как меня слышно? Отлично вас слышно. Отлично. Спасибо большое, Дмитрий Андреевич, за интересный рассказ про дипломную программу. Итак, меня зовут Енина. Я представляю службу трудоустройства учебного центра «Специалист». И вначале хотела рассказать про программу поддержки выпускников и несколько слов рассказать про рынок труда от РИД «Дженералист». Итак, программа поддержки у наших выпускников представляет собой и включает в себя бесплатный курс по технологии трудоустройства и индивидуальное карьерное консультирование, в которое входит помощь в подготовке резюме, подготовке к собеседованию и так далее. Если среди наших слушателей сейчас есть кто-то, кто уже проходил наши курсы, вы можете отсканировать QR-код, представленный на слайде, и записаться на бесплатную карьерную консультацию. Также для всех желающих, если вы или ваши друзья, друзья, знакомые сейчас находятся в поиске работы, вы можете записаться на бесплатный курс. Это полноценный 8-часовой курс по поиску работы, где вам расскажут, как сориентироваться на современном рынке труда, как подготовиться к интервью с рекрутером и нанимающим менеджером, как избежать ошибок при оформлении резюме и как правильно составлять сопроводительное письмо. Итак, возвращаясь к нашей теме, 3D-дженералист. Собственно, где можно работать после нашего курса, где используются объемные модели. Они используются для создания визуальных эффектов в кино, для разработки компьютерных игр, как уже сказал Дмитрий Андреевич, при создании 3D-анимационных фильмов, рекламных роликах, музыкальных клипах, рекламной продукции, проектирования и так далее. На каких позициях можно искать себе место у работодателя? Это может быть художник по персонажам, это может быть художник по твердым поверхностям, художник окружения, художник по текстурам, художник по визуальным эффектам и, собственно, 3D-дженералист, тот самый универсальный специалист, про которого рассказывал Дмитрий Андреевич. Собственно, если обратиться к рынку труда, то на ваших экранах вы видите зарплатные вилки для джунов, начинающих специалистов, мидлов, сеньоров и, соответственно, тимлидов. Это по данным работных сайтов. И также я хотела представить статистику от компании GetExperts в GameDev, как раз в игровой индустрии, средние зарплаты по регионам Москва и Санкт-Петербург для 3D-художника и художника по визуальным эффектам вы видите на экранах. Я так полагаю, что, скорее всего, здесь представлены зарплаты для уровня сеньор. Собственно, на этом мое маленькое включение в наш день открытых дверей завершается. Спасибо вам, что были с нами. Хотела всем напомнить, что учебный центр «Специалист. Ваш путь к успеху». Ждем вас на наших учебных программах. Спасибо большое за внимание. Дорогие друзья, тоже позволю себе попрощаться с присутствующими. Если у вас остались какие-то вопросы, самое время озвучить их в нашем уютном чатике. Спасибо. Ну что же, в таком случае позволю себе еще разочек напомнить вот об этом чудесном промокоде. Не постесняйтесь всего использовать, если хотите получить солидную скидку. Ну, а на сегодня все. Большое спасибо всем за внимание. Друзья мои, всех благ, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok